Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 25 апреля. Традиционное чтение комментариев и ответ на некоторые вопросы, какие там будут. Вот теперь, конечно, у нас актуальная тема высадка. Кому пора высаживать, кому не пора высаживать, кому холодно, кому жарко. Ну, короче, будем читать про это. Последняя тема у нас, самые такие. Вот пишет Мари, рискованно такая неустойчивая погода, им холодно и расти не будут. Там более, тем более, ожидается похолодание. Я в теплице сажала, дуги ставила, укровным еще прикрывала. Все обкладывается бутылками. Ну, короче, против погоды не попрешь. Да, действительно, против погоды не попрешь, но у нас вся вот эта огородная история связана борьба с погодой. Мы летом боремся с жарой, весном мы боремся с морозом и осенью. Опять мы боремся с заморозком, иначе никак. У нас вот сибирский регион, у нас очень поздно, морозы до июня. Заморозки могут быть. Так, Светлана Кулагина пишет. Ну, вы и труженицы, сколько работаете, еще успеваете видео каждый день выкладывать. Желаю процветания вашему каналу, вы достойны. Спасибо, Света. Это вот Татьяна Щелкина пишет. Оль, здравствуйте. Мои томатики давно в теплице, хорошо себя чувствуют и холод пережили. Но наши сибиряки Демидов и Буян какие-то не очень. У них верхушки как ржавые и засохшие. Мне сказали, что это фитофтора. Я ее никогда не видела. Чем можно обработать, подкормить, подскажите. Вот смотрите, Тань. Я ни разу не слышала, чтобы фитофтора была в стадии рассады. У вас же еще как они совсем маленькие. Чтобы была в стадии рассады у томатов фитофтора. Обычно фитофтора начинается в более позднем возрасте. Начинается с нижних листьев и с той вот, с нижней стороны листа. Вот там начинается вот такой вот, как сказать, плесень, не плесень, серый такой налет. А то, что у вас ржавые, они засохшие. Я не знаю, я не могу вот так, как не видя их, ничего сказать вам не могу. Но мне почему-то кажется, вот надо у людей спросить, пусть бы кто-нибудь ответил, бывает ли у молодой рассады фитофтора. У меня ни разу не было, я даже не слышала, что вот в таком раннем периоде, когда еще и томатов-то практически нет, чтобы у них была фитофтора. Это вот вы меня поставили, правда, в тупик. И еще тем более, как ржавая фитофтора. Она же серый такой какой-то, как пятна появляются серые. Так, Елена Тайбинова пишет, спасибо большое за советы по вашему примеру. Тоже посадила немного томатов в тоннель. Все хорошо растет, хотя были морозы. Ну, слава богу, хоть все хорошо растет. Валентина Фролова. Чтобы не было ожогов, нужно первое время держать под дугами, прикрытыми, ну вот этим, не тканным материалом, наверное, а греколом каким-то. Ну, тут она рассказывает, что они как пришивают иголкой, нинкой. Если кому нужно, можете этот совет взять себе на вооружение. Потом Валентина пишет, только здравствуйте, спасибо, что делитесь своим опытом. Вот здесь дают ссылку, она попалась, два интересных приспособления для лунок. Может, вам будет полезно. Обязательно посмотрю. Сейчас вот будет Пасха, свободное время. Буду сидеть и все ссылки, которые мне дали, буду смотреть. Олечка, у нас на Урале холод, пишет Татьяна Сердитых. Завидно, тоже хочется сажать свои томаты. Не завидуйте, это было вчера, Таня. А сегодня у нас тоже холодно, у нас поднялся такой ветер. Мы даже сегодня ночью будет 2 градуса, завтра ночью, по-моему, 0. К нам идет тоже похолодание. Ну, такое временное, на 2-3 дня. А потом опять я смотрю прогноз, вроде тепло. У нас вот такие качели сейчас будут всю зиму. И вот поэтому успеваешь день-два на улице раз. Сегодня весь день работала в теплице, потому что шел дождь, дул ветер и холодно. И вообще ничего на улице уже делать нельзя. И вот как я сейчас сижу на солнышке, я уже даже себе тоже завидую. Татьяна Тихонова. А что один раз рукой черпнуть лунку сделать, это не быстрый способ. Перебарщиваете уже с такими приспособами. Но я перебарщиваю или нет, мне посоветовали зрители, такие же, как вы, Татьяна. Я попробовала, мне понравилось. Мне очень понравилось тем, что я сделала все это заранее, когда у меня было много свободного времени. А сейчас, когда у меня на очереди 2 теплицы на высадке, я просто пошла и расставила. И тем более, вы же видели, я там сказала, что у меня там уже и редиска, и салат, все растет. И я вот это сделала. Если бы я черпанула рукой, то там уже ни редиски, ни салата у меня не было бы. Ну, это ваше личное мнение, перебарщивает кто или нет, вам же лучше знать, конечно. Марта светличная. Ольга, спасибо, когда вы сеяли демидов, у меня вообще 7 сантиметров, чего не хватает. И Оксана, вот у меня 10, сходы 12 марта. Девочки, у вас сходы 12 марта, а у меня посеяны 26 января, сходы 2 февраля. Вы на моего демидова не равняйтесь. Вы представьте, у нас месяц разницы. За месяц, который у вас, у вашего демидова впереди, он будет такой точно, как мой. Я уже вчера говорила, он небольшой. Именно поэтому я его всегда выбираю для ранних посевов, для выращивания длительный период, что он не то, что не перерастает, он, можно сказать, почти не увеличивается. Вот этот вот я сейчас высаживаю, он тоже небольшой для его возраста. Вы видели, вот когда я великана показала в тот же день посеянный, который уже вот так качается, колосится. Все они ровесники, все посеянные в один день. Не расстраивайтесь, ваш демидов тоже растолстеет и вширь, и ввысь вырастет. Вот пишет Ольга Павловна, мне в прошлом году от муравьев помог яичный желток плюс бурная кислота, щепотка. Накатала шарик, разложила. Через два дня их уже нет. Я вот сегодня хотела идти экспериментировать, в одно место посыпать корицу, в другую манки, но тут пошел дождь, все, я отложила. Вот теперь еще яичный желток, бурная кислота. Я все в книжечку записываю, буду в разных местах использовать. Нынче очень много муравьев. Я не знаю, как они за зиму расплодились, что ли, откуда-то, но влезут со всех дыр. Так, да, объемы большие, сколько труда, удачи. Пользуетесь ли лунным календарем? Ни-а, не пользуюсь. Только вот Пасху исключаю, например, там Новый год исключаю, 1 января не работаю. И полнолуние. Остальные даже не смотрю в календарь, чтобы не расстраиваться, потому что некогда, работы много. Елена Коломакова пишет. Вот сегодня таких великанов 8 штук высаживала, провозила целый час, с ними укладывала, боялась поломать. Лена, я сегодня тоже укладывала великана, я сняла видео из ведра, вот из этого. И даже была проблема не в том, что выкопать вот эту вот яму под ведро, вот эту тоннель, в которую уложила этого великана. Проблема в том, что надо ведь вынуть еще из этого ведра, вот переворачивала кверх ногами, вниз растениями. Вот так вот потихоньку вытряхивала, одной рукой придерживала. Нет же никого, все на работе ждать не стало, потому что, ну они когда в 7 вечера приходят, я еще там буду по темноте шариться. И я одного великана уложила, все подробно сняла и вот покажу вам. Но процесс, скажу я вам, очень длительный. По сравнению с тем, как я в баночки воткнула 12 штук за 10 минут, а это я вся взмокла. Ну что, зато он будет великан, у него кисточки цветочные уже расщелкиваются. Ничего умного не сказала, бла-бла-бла, пишет Ира Миронова. Ира, ну я хочу сказать, что я, может, умного ничего не сказала, но умный человек и писать не будет в комментариях, бла-бла-бла. Просто если не нравится, ну уходите на другой канал и все. Тоже не очень умный комментарий. Обменялись любезностями. Елена Тимонина. Здравствуйте, Ольга, я из Беларуси. Такая же история, ожоги. Ну вот когда после высадки, это обычно бывает так часто, я говорю, что я вчера вынесла первый день, хотя они в придомовой теплице у меня томаты эти стояли, но вот в огородной теплице там солнце намного интенсивнее. Там прям такое солнце, что там и утром никогда палить невозможно, потому что сразу прижигается и днем не все выдерживают. Но им надо привыкать, им там жить все лето. Наталья Рычкова пишет, у нас в Екатеринбурге опять идет снег, когда же будем сажать томаты. И Елена мама отвечает, в июне. Ну вот у нас тоже через два дня, по прогнозу, снежок. Хочу закопать к этому времени вот этот первый тоннель, второй не буду пока высаживать. В теплице-то им, конечно, ничего не сделается. Пишет, Таня, у вас случайно Вера нет, сестры Ильченко, фамилия? Нет, сестры у меня нет. У меня была одна сестра старше меня, но она умерла уже давно. Но у меня умер и папа, и мама, и брат, и сестра. Никого у меня нет. Галина Хребкова, бодрый день, Оля, посоветуйте, пожалуйста, чем засадить землю между вновь посаженной рассадой клубники, кроме чеснока. Можно ли посадить помидоры, баклажаны? Ну, это сразу говорю, что помидоры, баклажаны даже не стоит вам и пробовать. Они будут сильно затенять. Они же высокие, и солнце будет вот так вокруг ходить, и оно полдня будет затенять. А вот мне интересно, а то обратилась с вопросом к другим блогерам, кроме грамотного хамства, и ничего не дождалась. Это какое-то новое для меня выражение. Что такое грамотное хамство? Как это? Я уже представила всякие выражения, как можно грамотно нахамить. Пожалуйста, отстань, уйдите. Ну, короче, смотрите, Галь, я не знаю, я вот у меня когда, вот вы сказали, кроме чеснока. Кроме чеснока между этими клубничками никогда ничего не высаживала. И я знаю, что баклажан, он разрастется, листья крупные, томат он разрастется, все это будет затенять. Ягода может измельчиться из-за того, что вообще лучше всего всегда же рекомендуют, чтобы она целый день стояла на солнышке. А тут будет все равно в какое-то время дня или до обеда или после будет притенение, потому что солнце-то кружит. И в один момент она на одну бросит тень, это же томат, помидорка, а в другое время на другую ягодку. Не знаю, я понимаю, что дорого вот это вот и место, и все только что, если какую-то зелень невысокую. Но я ничего никогда не пробовала. У меня, я просто немного как бы нарушая закон, чуть-чуть уплотненные делала посадки клубники, что дорожки между ними есть, а в рядки они шли прям сплошным рядком. И больше ничем не уплотняла, потому что это все бесполезно. Будет затенение, ну не очень хорошо ей будет. Так, вот что-то вам пишут, зачем чем-то засаживать, просто замульчируйте. Ну видите, это, места, места, наверное, не хватает, как всегда. Ну вот, огород небольшой куда-то. Ну тут разные советы дают, но... А ну вот, видите, тоже в любом случае не затенять, клубника любит солнце. Я вот и боюсь, что если вы высокорослое что-нибудь высадите, оно испортит посадки клубники. Получится, что и то вырастет или нет. Но все-таки пишут лук и чеснок. Вот то, что вы не хотели, это же вам и советуют. Ну, я тоже, я знаю, что это не совет такой, но... Я вот могу посоветовать только чеснок. Это то, что я пробовала, больше я ничего не пробовала, потому что я знаю, что тень упадет. Так. Вот пишут, эти ожоги появляются даже от фитоламп, ламп освещения. Вода работает, как линза обжигает листочки. А у моих томатов ожог было от соприкосновения, со стеклом окна очень близко поставила. Да, бывает и так, как через лупу. Ну, это Елена, мама, написала. У нас еще ночью минус. Какое высаживание томатов? Светлана Зартница пишет. Ну, естественно, если ночью минус, тут даже никто не... Ну, у нас-то лучшая ситуация. У нас ночью 2 градуса. С плюсом. Вчера было 2, и сегодня будет 2. А я высадила в теплицу-то. Вот вчера я показывала эти демиды, все. И вот всю ночь расстраиваюсь. Мужу говорю, ну, ничего, они поди там не замерзнут. Надо обогреватель сейчас включу, инфракрасный. А про этих даже побеспокоиться забыла, которые в тоннеле. Ну, сидят и сидят уже как будто как в порядке вещей, что выкидываешь их на улицу. И я знаю, что они должны все это перенести и вынести. А утром-то встала, думаю, бедные вы мои, бедные. Вам, наверное, труднее всего пришлось. Заглянула, но сидят вроде так, скукожились, как эти воробьи нахохлились. Ой, завтра будет еще холоднее. Так, у меня от большого количества перегноя, а вот хороший этот комментарий. Некоторым будет полезно подсчитать. Томаты жируют в теплице. Это ж азотное удобрение. У вас нет такой проблемы. Ну и вот тут он пишет, что засыпал теплые грядки перегноем полностью. В результате получил 2 года жирующие томаты, плохой урожай, зато очень мощный и красивый бодил. Ну, короче, тут какое-то слово, опечатка, наверное. Вот смотрите, я скажу про свой перегной. Я всегда добавляю в лунку много перегноя, потому что у нас грунт вообще безо всего. То у нас самая бедная почва, которая может быть, это песчаная. Если мы перегной туда не будем добавлять, не будет, хоть и все же говорят, да, не нужен томату азот, не нужен, но какое-то количество азота вот этого именно органики, ему же все равно нужно. Поэтому я добавляю, никаких жирований у нас нет, ничего нет. Единственное, что получаем мы к осени такую картину, когда мы перекапываем, перегной куда-то девается. Опять остается один песок, и вот такое выражение бытует. О, сожрали весь перегной. Они сжирают весь перегной за сезон. У них вот недостаток этого, потому что почва очень бедная, очень бедная. Но там песок, вода прошла раз, как сквозь сито вниз, и все, и ничего больше нет. Перегной они кушают, но им как раз это в миру. Вот, то, которое я не могу прочитать имя-то. Очень приятно вас здесь слышать, как подружка или хорошая соседка. И вот пишет Светлана, я всегда лунки буром делаю, очень удобно, комочков нет. Вся томата можно поглубже посадить. Да, я уже к мужу приспрашивалась, он же у меня рыбак, у него там есть всякие буры. Я уж приспрашиваюсь, какой у тебя диаметр бура, может мы упросим немножко. Дело в том, что у нас, понимаете, сейчас углубить никак нельзя, потому что почва внизу холодная. И вот эти первую высадку раннюю, я всегда, уже два видео сняла, я всегда повторяю, что заглублять мне сейчас нельзя. Или вот те короткие, которые без заглубления я высадила, или те, которые длинные, я их лёжа опять же в верхнем слое грунта прикопала, посадила, высадила. А вот те, которые хотелось бы мне заглубить, вот индетерминантные, они же при заглублении, они и короче делаются, и удобнее, и кисть цветочная, а потом плодовая, ближе от земли. Но я их пока не трогаю, потому что хочу, чтобы похолодание прошло, и тогда уж я или бурым, или чем-то заглублю. Пишет, днём жарко, они не сгорят. У нас сегодня, сколько-то, 6 что ли, 6-8 градусов на улице, нет, не сгорят, там солнца у нас сегодня вообще нет, как бы не замёрзли. Пока жара у нас отошла, всё. Вот пишет, скажите, у меня рассада в улитке, у вас есть видео, помидоры? Нет, вот про улитку я говорила, что, может быть, кому-то нравится способ, но я попробовала, у меня что-то, ну, больше классический вариант, вот в лотках выращиваю. Нет у меня видео про улитки, и когда я улитку делала в те годы, давно уже, у меня ещё и снимать видео было нечем, нет, вообще нет. Есть там блогеры, которые очень увлекаются улитками, посмотрите. Вот Сергей Дмитриев пишет, посадка-то быстрая, а подготовка, в сумме то же самое, спасибо за труд. И ему, вот пишут, Татьяна Сусловна, что подготовка была когда-то, когда было больше свободного времени, а не как сейчас. И ещё даже не в том дело, я же говорила, что я специально всё это заранее подготовила, и потом засеяла вот этим зеленью. И поэтому мне удобно так, что сейчас я высадила, не повреждая ни редиску, ни салат, у меня там рукола этот, и шпинат, и рукола, и салат, и редиска, вся вот эта вот зелёная грядка как раз на этом. Я сделала так, как мне удобно, мне вот посоветовали люди, я за эту подсказку схватилась, как за палочку в ручалочку, чтобы было и удобно, и быстро. И действительно, в этот период, когда вот сейчас я начала высадку, мне нужно и большие томаты высаживать, нужно и в тоннели высаживать, и там ещё в теплице землю копать. А у меня уже здесь всё готово, я воткнула в дырочки, но это удобно только для меня. Если кому-то так неудобно, конечно, будут делать по-другому, как вот женщина сказала, черпанул рукой и посадил. Но это черпанул рукой за 5 минут, ты не посадишь черпанул, это если у меня сколько лунок, это мне надо черпать с утра до вечера несколько дней. Нет. Эльвира Васильева, очень интересно вас слушать, смотреть ваше видео, очень довольна, что попала на ваш канал, вы трудяк, какой большой объём работы. Вот вы на семена, что томатов все эти, а по почте высылаете, если да, то как дорого обходится в Казахстан. Вот смотрите, Эльвира, в Казахстан сейчас международное отправление стоит 300 рублей, очень подорожало за границей. Если у нас по России там 50 с чем-то письмо стоит, то в заграницу там 270, по-моему. Но там я потом буду выставлять условия. И что интересно, что я в Америку высылаю, что во Францию, эти же 300 рублей, и что тут рядом в Казахстан. Приравняли вообще всё. Казахстан, Белоруссия тоже 300 рублей, что в Америку через океан везут. Вообще это очень интересно, кто придумывает эти цены. Так, Дроздова Даша. А что это помидор на помидоре? Или ещё раз пересаживать в мартышкин труд? Ну как объяснять людям, я не знаю. Это, ну правильно вам написали, это рассада для продажи, распекированная до июля. На этой грядке будет выращиваться рассада. Точно так же, как люди выращивают дома в лотке, а я выращиваю вот здесь, в открытом грунте, под плёнкой. Вы же в лоток тоже высаживаете не два корня томата после пикировки, когда пикируете, а высаживаете, наверное, штучек 10, 12, может быть даже 20. Ну вот это, представьте, что это такой большой лоточек, в котором я высаживаю не 20 штук, а 1020. Эта рассада предназначена для продажи. Но по этой же схеме, по такому же методу, я высаживаю томаты для себя. Только томаты на большом расстоянии и более взрослые, которые уже почти с цветочными кисточками. Этот тоннель будет рядом, я просто начала с этого, а рядом будет там, где большие расстояния. И, ну если вам кажется, что это мартышкин труд, то привет от мартышки вам. Я тружусь так много-много лет уже. Людмила Шерпилева, спасибо за обзор. Сергей Елисеев, Ольга, наши деды как жили без цивилизации, продукты в летний период хранили в ледниках самодельных. Да и сейчас еще многие рыбаки-охотники этим методом пользуются. А у нас вообще короткое лето, и ловим каждый теплый день. Зато матушке сырой земле низкий поклон. Оля, мой совет вам, не реагируйте на всякие колкости слишком. Всякие люди есть, некоторые не задумываются над тем, что кого-то обидели. Будь в позитиве, спасибо. Возьму на вооружение, я и так почти что всегда в позитиве. Сельский час. Куда столько помидор, они вредны для здоровья. Вот это вообще первый раз слышу, испытала в молодости. Теперь я вообще читала, что и антиоксиданты они, и вообще, что они, там много витаминов. Я вот это вредны для здоровья, в шоке, не знаю. Может быть, у кого желудок нездоровый или что-то. Я вот сейчас вот эти, которые запеченные по-провански готовлю, так там и кислотность понижается, они как немножко пропариваются, прекрасные рецепты. Не знаю, мы томаты любим, салаты в свежем виде едим. И соки делаем, заготавливаем, всё. Людмила Козлова пишет, Толя, здравствуйте. Знаю, что у вас нет свободной минутки, но очень прошу, подскажите, что делать с рассадой. Цветочной кисти ещё нет, а пасынки уже полезли. Ну и тут дата она. Вот смотрите, я вот пасынки в таких случаях, я сегодня тоже высаживала. У них цветочная кисть только в зачатке маленькая, а внизу есть пасынки. Удаляю нижние пасынки, удаляю нижние листья самые, высаживаю с заглублением. Всё, она после высадки, появится кисть. Если у вас есть возможность, то высаживайте, конечно, если уже он такой взрослый, и не обязательно ждать цветочную кисть. Если есть возможность, я бы, вот у нас было бы тепло, я бы вообще все высадила, у кого есть кисточки, у кого нет. Галина Фролова пишет, такой способ посадки для тех, кому делать нельшего. Я же срезала дно у старого пульверизатора, и им делаю лунки, в которых вставляю рассады из стаканчика из-под сметаны. Желаю вам удачи, вставляйте. Константин Шмитцлер, я из Кемеровской области, мы ведь соседи с вами, на 22 апреля прогноз на ночь, минус 6, минус 8. Как планируете оберегать томаты, высаженные в теплице обогревателями? Вот смотрите, Константин, у нас в теплице, я уже рассказывала, инфракрасный обогреватель, и если будет на улице минус 6, конечно, я его включу, и в теплице будет прохладно, но минуса уже не будет. Он нагревает, это точно, в прошлом году целую, всю весну его испытывали, и в этом году, вот в эту теплицу, где у меня в том году стояла ветродойка, я тоже повешала инфракрасный обогреватель, сложнее ответить на вопрос, как я буду обогревать томаты, которые в открытый грунт высадила в тоннель, вот тут надо думать, чем я их буду, какими овчинками прикрывать при минус 6, не знаю. Тамара Егорова пишет, Оля, я помню старушку-соседку из моего детства, которая рассовывала в землю, где попадались муравьи, муравьиные кучки, разломанные пасынки от томатов, муравьи исчезали. Надо попробовать, ни разу не слышала. Александра пишет, молодцы, растишки, бодрячком стоят, но нас похолодание ожидает, посмотрим, какие бодрячки будут они. Александр Александров, Ольга, подскажите, пожалуйста, этот тоннель, эти дуги, они самодельные или в магазинах продаются в землю, они как погружаются, ну, короче, все это сейчас я расскажу. Я просто еще не дошла в своих видео до дуг, я же все буду показывать. Так, как-то... Вот смотрите, Таня пишет, спрашивает, эти дуги, половина дуг у меня металлические, половина, ну, эти как, пластмассовые, я их чередую. Конечно, пластмассовые куплены в магазине, они вот наборы такие специальные в садоводческом, а металлические просто покупали, как такую толстую проволоку, как пруток, и разрезали там по три метра или поскольку. Я вот сейчас буду, завтра, завтра, наверное, буду прикапывать, я все покажу, как дуги делаются. Металлические просто втыкаются, а пластмассовые, да, они полые. Я сначала такой металлической штучкой делаю дырку, как бы раз в землю, а потом уже тут, ну, это надо показывать, потом это уже пластмасску втыкаю. А закреплять можно и одному, смотрите, я один конец вот здесь или защелкой, или прищепкой прихватываю, ухожу на тот конец, и там второй конец тоже раз, и поребриком этим, ну, тротуарным таким придавливаю. Все это надо показывать, это объяснять очень сложно, но, конечно, с ними повозиться, вот когда муж с работы приходит, я сразу иногда говорю, все, тебя ждет тоннель, пойдем пленочку натянем, он мне помогает, он хотя бы держит с того края, а я с этого края натягиваю, там все, потом мы хоп-хоп-хоп придавим и уходим. Ну, вообще, очень часто делаю одна, я приспособилась, ничего там сложного нет. Конечно, потом это как вот выкрепится все, это все потом сверху, вот эта конструкция еще такими же дугами сверху, как прищепками, еще раз придавливается, и потом я еще края вкапываю с землей, потом я еще потопчусь ногами, и все это держится, все нормально. Были годы, когда не успеваешь сверху прищепить, уйдешь, спать устанешь, утром выйдешь, все улетело, бывает и такое, да? Ну, вот тут пишут, мне больше нравится пользоваться посадочным конусом, тут пишут, я тоже пользуюсь посадочным конусом, тут пишут, потом перемыть сколько банок надо, ну, это вообще, мне вообще интересно, мы когда вот делаем, как заготовки и по 300 банок перемываю, да, мы еще по-прежнему моем банки и моем посуду, все это приходится делать, если мне надо будет перемыть банки, я буду их мыть, какая разница, их все равно так и так мыть. Вот Светлана Богуцкая спрашивает, сколько вам лет? Будет скоро 59. Я вот в прошлом видеоролике говорила, стою на пороге 60-летия. Вот смотрите, я сегодня заканчиваю, время уже у меня, что-то и камера отключается, наверное, уже все, камера сегодня устала, много сильное снимала. Хочу сказать, что, конечно, вот пишет Руслан, Здравствуйте, Оля, вы меня удивляете с каждым разом в хорошем смысле слова, прикольно с банками, обязательно попробую. Я Демидов сеяла 8 марта, они у меня совсем соплюшки по сравнению с вашими. Теперь я понимаю, штамбовые нужно сеять раньше. Спасибо вам за идеи и подсказки. Вот что я хотела сказать. Конечно, никогда и не может быть у всех одного мнения. Вот кому-то нравится, кто-то уже попробовал эти банки. Тем более, это не я придумала способ, а вот как говорят, что вы уж сильно перебарщиваете с этими прибамбасами. Все эти идеи не мои, все это мы собираем с миру по нитке. Я просто экспериментирую и опробую все вот эти советы. Иногда некоторые советы так сильно мне помогают, а вот про этот конус, который пишут все конус, конус, ну вы не поверите, у нас в городе, я не могу найти вот этого посадочного конуса, у нас городок маленький. Я в прошлом году искала, не в садовом центре, нет. Один раз видела в фикс-прайсе, но приехали уже генту его. И мы без садового конуса как-то обходимся, конечно, был бы, я бы купила. Ну а раз нет, значит, обходимся без этого конуса. Высаживаем по старинке, как вот женщина говорит, грибанул рукой, все и рукой, и ногой, и вот сейчас, может быть, еще бур приспособим, рыбацкий. И если вы видите, что этот метод вам не нравится как-то, ну вот, например, вы действительно думаете, что это зря, не обязательно писать мартышкин труд. Вот что за выражение мартышкин труд? Вот, когда вы пишете мартышкин труд, значит, вы меня называете мартышкой, ну а зачем вы тогда вообще смотрите, приходите на мой канал? Давайте поуважительнее будем друг к другу относиться. Я же вам не пишу в ответ, мне вот тоже надо садиться и писать всем, сама мартышка, сама мартышка. Ну, мы все произошли от мартышки, и вот труд, еще раз повторяю, труд сделал из мартышки человека. Ну, кого-то, наверное, не до конца еще сделал. Ладно, до свидания. Завтра у нас похолодание, завтра расскажу, как закапывать тоннель, как я выставила дуги. И сегодня, может быть, еще успеете посмотреть, как я сегодня закапывала великана томата в ведре, делала огромную яму, засыпала его. Все, до свидания, желаю всем удачи! Продолжение следует...